Сегодня в программе. Если вы решили поменять прибор отчета электроэнергии, то первым делом обратитесь в энергосбытовую компанию. Нечто очень похожее на мошенничество происходит в Тюмени с заменой электросчетчиков. Стоит только нажать, и через минуту приедет полиция. Зачем медикам нужна тревожная кнопка? На всю Тюменскую область сегодня почти 60 инспекторов по охране детства. А полицейские в штатском или ангелы-спасители? Зачем в школах появились еще одни охранники детства? Это потом. Кадры решают все. А для начала они решают, где трудоустроиться. В последние пару лет все сложнее найти место, где можно не только работать, но и зарабатывать. Поговорим об этом сегодня. В эфире «Точнее» с вами Ольга Сланицына. Здравствуйте. Тюменская область вышла на первое место по показателям трудоустройства выпускников вузов и инвалидов. Это данные Минсоцтруда за первые полугодия 2016-го. Цифры говорят сами за себя. В региональную службу занятости обратились более сотни выпускников, и 74 из них уже работают на местных предприятиях. Этот показатель достиг 85%, в то время как год назад трудоустраивалась лишь половина от общего количества вчерашних студентов. Скачок связывает с экономическим ростом в регионе. Такая же картина и по занятости инвалидов. В Тюменской области им трудоустроиться чуть легче, чем в других регионах. Наша Тюменская область по этому показателю лидер. По количеству начинающих предпринимателей мы в пятерке. По трудоустройству молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в десятке. Поэтому именно в Тюмени руководители служб занятости Уральского и Приволжского федеральных округов во главе с представителями профильного министерства провели совещание. Тема – трудоустройство людей с ограниченными возможностями. Создать полмиллиона рабочих мест для инвалидов в ближайшие два года – задача регионам от российского правительства. Так сложилось, что именно система занятости оказалась в центре этого тайфуна мероприятий. И так уж вышло, что именно мы должны выдать проект определенных решений. У Тюменской области лучшие результаты. Почти 70% трудоспособных инвалидов обеспечены работой, тогда как по стране не больше 25. Тюмень, по нашему мнению, мы не зря выбрали этот регион. Потому что с точки зрения политики занятости, это, конечно, хороший очень пример, много интересных программ. Есть успехи с точки зрения трудоустройства не только инвалидов. В отличие от других регионов, Тюменская область до 2020 года продолжит возмещать работодателям затраты на оборудование для рабочих мест для инвалидов. Компенсирует оплату труда и наставничество. А в центрах занятости не ждутся искатели, а сами идут к ним. Специалисты центра занятости, население осуществляют обзвон, выезды по месту жительства инвалидов, организуют встречи совместно с учреждениями социальной защиты с целью уточнения сведений о занятости граждан и потребностей в трудоустройстве. При этом во всех регионах одна беда – нежелание части инвалидов работать. Процент таких граждан в каждом субъекте свой. Хотя есть и обратные примеры в Свердловской области. Из числа нуждающихся, вот это более серьезный, у 90% инвалидов выявлен хотя бы один из барьеров, которые препятствуют подбору подходящей для них работы. Прежде всего, это отсутствие инфраструктуры внешней среды, либо отсутствие рекомендации ВПРА. То есть фактически мы даже имеем работодателя, которые готовы создать доступную среду, но инвалид не может спуститься с третьего этажа хрущевки. Что с этим делать, ну вот тут пока непонятно. Непонятно и как заставить работодателя выделять квоты для инвалидов и не выставлять заведомо неподходящие вакансии. Есть случаи, когда людям с ограниченными возможностями предлагают стать, к примеру, взрывотехниками. Решили, предприятиям нужен не только кнут в виде штрафов, но и пряник. Все обсуждения лягут в основу нового документа, ведь изменение законодательства в сфере трудоустройства инвалидов давно назрело. Ирина Канева, Сергей Кондаков, Тюменское время. А следующая информация для всех, кто работает. Каждая из нас с вами теперь может проверить свой трудовой договор. Сервис заработал на портале Роструда. Чтобы пройти проверку, нужно просто ввести данные. Если есть нарушения, то система выдаст их список, а также ссылки на подзаконные акты, которые защищают права работника, ну и предоставят правильный порядок действий в сложившейся ситуации. Что еще интересного случилось в городе и области, расскажем далее, коротко в обзоре событий. Съезд с моста по улице Монтажников на улицу 30 лет Победы открыт. А дальше управлять строительством двухуровневой развязки будет другая команда. В первую очередь подрядчик постарается открыть прямой ход по улице 30 лет Победы. В зоне строящегося подземного перехода ее временно сузят до двух полос. К сожалению, представители все переходы были вскрыты, коммуникации, которые не были показаны на изысканиях. В связи с этим мы разбили работу на два этапа. На первом этапе мы обеспечим столицу тоннельной части и пропуск движения. На второй завершаем пешеходный переход до пропуска пешеходов. Одним кликом мышки можно определить, какое из предприятий достойно титула «Тюменская марка». До конца интернет-голосования на портале «Марка 72» осталось всего три дня. Данная онлайн-этапа суммирует с голосами посетителей выставки, а также мнением экспертной комиссии. Завершится конкурс 10 ноября. Лучшие предприниматели получат субсидии от 65 до 125 тысяч рублей на возмещение маркетинговых затрат. Также победитель вправе использовать логотип «Тюменской марки» в своих рекламных материалах и на упаковке продукции. Мы тоже надеемся, что такая выставка, которую мы регулярно проводим, является одной из возможностей для наших предпринимателей заявить о себе, показать, что называется, товар лицом и занять новые ниши в открывающихся рынках. Тюменских школьников призывают принять участие в онлайн-олимпиаде «Русский с Пушкиным». Она идет в течение этой недели на сайте учи.ру. Адресована прежде всего ученикам начальных классов. Тестирование проводится впервые, оно бесплатное, необходимы только интернет и час свободного времени. Задание базируется на основе школьной программы, однако потребует дополнительных знаний. Дети узнают и новые фразеологизмы, и учатся работать со средствами выразительного чтения. То есть, конечно же, каждый ребенок проявляет свои творческие способности. И дети, которые читают много и выходят в своих познаниях за рамки школьной программы, становятся ее победителями. Участие в Олимпиаде станет хорошим вкладом в портфолио ученика. В 88-й школе «Русский с Пушкиным» изучают уже 90% ребят. Хотите поменять электросчетчик? Будьте осторожны. Это похвальное стремление. Быть добросовестным плательщиком и идти в ногу с энергоэффективностью может довести до крупного штрафа. Приборы учета, номера, пломбы и показания. У контролера Ольги Чудиновской конкретная задача – сравнить все счетчики в доме с данными в базе. В последнее время они все чаще расходятся. Очень много устаревших счетчиков. Сейчас люди будут их менять. И, естественно, индивидуальные компании сейчас пользуются этим. И вводят людей в заблуждение. Сами меняют. Говорят абоненту, что все мы сейчас опломбируем. Больше вам делать ничего не нужно. Хотя они не имеют права этого. Пломбируем только мы. В планшете контролера данные на приборы учета сотен квартир. Здесь все. Год постановки на учет, последние платежи и начисления, лицевые счета. Счетчик Тамары Лепчинской привлек внимание, потому что переплата за свет превысила 2000 рублей. Как такое случилось, пенсионерка не понимает. Она показания передает постоянно. Платила в одно место, потом, говорит, в другое надо место. Так что и получилось, наверное, вот там деньги лишние. К Тамаре Ивановне тоже приходили так называемые подрядчики. Молодые люди представляются сотрудниками энергосбыта и предлагают заменить счетчик. Но она уже сделала это пару лет назад. Поэтому на уловку не попалась. Хотя многие тюменцы, не желая нарушать правила, соглашаются и меняют расходомеры. Если вы решили поменять приборы учета электроэнергии, то первым делом обратитесь в энергосбытовую компанию. Приедет специалист, снимет контрольные показания и уберет пломбы. Если вы сделаете это самостоятельно, то вам грозит штраф 20 тысяч рублей. Если пломба на счетчике повреждена, то считается, что его показания не верны. А значит, расчет стоимости электроэнергии идет на полную мощность. То есть все киловатты, что может взять ваша квартира, умножаются на 24 часа и на период с последней сверки. Как правило, это полгода. Вот и выходят немалые штрафы от 15 до 20 тысяч рублей. Для семейного бюджета также важно не пропустить сроки поверки счетчика. Приборы учета не будут приниматься. То есть базу это настораживает потребителя, почему-то не принимается. И второй момент – это начисление будет не по показаниям проведенному, а по среднему. Кроме того, мы извещаем, у кого приборы учета вышли, прошел срок эксплуатации, извещаем в наших квитанциях на оборотной стороне квитанции. Срок службы электросчетчиков от 10 до 15 лет. Чаще всего приборы исправно работают по два периода. Поэтому внимательнее к своим расходомерам нужно быть тюменцам, которые живут в домах 84-го и 2000-го годов постройки. Впрочем, и всем остальным будет не лишним вспомнить, когда они меняли счетчик, чтобы эффективнее считать энергию. Александр Гришаков, Александр Изосимов. Тюменское время. Статистику энергоэффективности в Тюмени портят так называемые нулевые квартиры. Это жилье, в котором никто не прописан, но по факту здесь живут семьями. За воду и электричество они не платят. При расчете квитанции норматив умножается на число прописанных, то есть на ноль, поэтому считаем не выставить. Только в Тюмени коммунальщики нашли 8 тысяч таких квартир. И вывести их на чистую воду можно только по суду. Но скоро, возможно, будет способ хоть как-то компенсировать ресурсы потери. Судебные решения у нас являются тоже источником права, потому что, вступив в законную силу, они имеют точно такую же силу, как, собственно, закон. И согласно этой практике, на самом деле, можно реализовать совершенно другой подход. И мы действительно собираемся в ближайшей перспективе это сделать. То есть на те квартиры, где нет зарегистрированных собственников, делать начисления, исходя из одного человека по нормативу. Если норма заработает, то только заводу сумма сборов увеличится почти на 2 миллиона ежемесячно. Криминальную хронику порой напоминают сводки о выездах бригад скорой помощи. В Тюмени только в прошлом году под руку буйным пациентам попали около двух десятков наших врачей. А в травмпункте полицейские появляются едва ли не каждый день. Медики страдают от пациентов во всех регионах России. А видео в интернете «Верхушка айсберга» сейчас на разбирательстве в Тюменской полиции. Случай нападения пьяного больного на врача скорой. Угрожая ножом, мужчина требовал капельницу, чтобы выйти из запоя. С кухни подошел ко мне и начал кидаться на меня. Что я его начал удерживать? Ну, как бы, произошла борьба. Заборол на полу, так сказать, удерживал его. Пациента успокоили. Медики собрались уходить, но он вновь напал уже со спины. В результате доктор вместо того, чтобы спасать людей, сам оказался в больнице. Его коллега запомнит надолго ужас, который испытала тогда. Хорошо, что доктор у меня был мужчина, крепкий мужчина. Он держал его до последнего. Конечно, было страшно. Ну, а как? Неизвестно, как он себя поведет. Что-то возьмет, допустим, тот же нож или что-то еще. Ударит чем-то по голове. Медики намерены довести дело до суда. Заявление в полиции, но участковый пока молчит. За прошлый год в Тюмени было 16 нападений на врачей скорой. Лишь в одном случае буйного пациента приговорили к исправительным работам. Ужесточение наказания, считают медики, могло бы изменить ситуацию. Нет такой на данный момент статьи, которая бы обезопасила работников скорой помощи. И как существует нападение на правоохранительные органы, карается законом. Такого закона на данный момент нет. Во второй областной больнице после драки с убийством появились тревожные брелки. Теперь пациентов дебоширов принимают не только доктора, но и полицейские. Приезжают в течение пары минут. Довольно-таки часто мы нажимаем. В неделю это раза два-три приходится вызывать. Во-первых, у полиции возможность достаточно быстро собрать данные, задержать возможных участников преступления, разобраться кто, что, как. И одновременно осуществлять безопасность. Сейчас Госдума рассматривает проект установки тревожных кнопок в поликлиниках. Однако обеспечить средствами самообороны медиков на скорой депутаты Госдумы не согласились. Так что надеяться сотрудники самой экстренной службы могут только на свои силы. Юлия Сауляк, Андрей Захаров, Тюменское время. Спасибо, что вы с нами. Продолжаем точнее говорить о событиях, явлениях и людях. К примеру, тех, что совсем недавно появились в школах региона. Кто они? Полицейские в штатском или ангелы-спасители? Мы попытались разобраться. В этом доме у нас проживает несколько семей. Значит, около шести детей учатся в нашей школе. Двухэтажки на улице Сакта, 29, он частый гость. Но это не полицейский в штатском. Денис Пескун – инспектор по охране детства. Он здесь с особой миссией – проверить условия, в которых проживают школьники. Это мы выживаем здесь все. Когда дожди, здесь все бегают с тазиками. Очень часто всех болеют. У некоторых даже хронический бронхит. У Елены четверо школьников. Но в таких условиях об уроках думать сложно. Проводка в доме оголена, ванны и душа вовсе нет. Многодетные родители уже писали в городской комитет по жилью. Новую квартиру им обещали только когда дом снесут. А его до сих пор не признали аварийным. Вы наблюдали, в каких условиях проживает семья. Поэтому по результатам рейда мы будем обращаться в департамент имущественных отношений, ну и в администрацию в Тюменской области. У инспектора на контроле 13 таких семей. Где-то детям нечего носить, где-то пробуют спиртное. Рейды по домам – часть его работы, но не единственная. На всю Тюменскую область сегодня почти 60 инспекторов по охране детства. 25 из них работает только в Тюмени. На каждого приходится по 2-3 школы. В частности, у Дениса Пескуна это 25-я и 40-я. Как у тебя дела? На его участке 2,5 тысячи детей. В школе он бывает каждый день и в открытом доступе. Как для детей, так и для родителей и учителей. Это специалист, который просто необходим. Какой-то конфликтный случай произошел в школе, а это бывает. Дети растут. Здесь приходит на помощь наш инспектор Денис Иванович. У него за плечами высшее образование и 6 лет работы с курсантами ТВИКУ. В школе инспектор с мая месяца. И дети уже поняли, зачем он здесь. Там новенькие приходили, непонимания какие-то были. Кто-то кому-то пнул, что-то сказал, кто-то забрал траки. Ну вот пришел Денис Иванович и как-то там все изменилось. Со скольки лет наступает уголовная ответственность и за что можно попасть на учет в наркодиспансер. Об этом детям расскажет тоже он. В школе миссия Дениса Пескуна намного шире, чем у коллег-психологов и социальных педагогов. А если точнее, инспектор по охране детства, как известный кот Леопольд, призывает всех жить дружно. Анастасия Лизаревич, Алексей Красных, Тюменское время. Образ Тюменского Свято-Троицкого монастыря разлетится по всей России в буквальном смысле. Почта России выпустила тираж конвертов с изображением нашей святыни. Об этом стало известно сегодня на церемонии, которую провел митрополит Тобольский Тюменский Дмитрий. Он награждал учителей за нравственный подвиг. Епархия в одиннадцатый раз выбирает лучшие образовательные проекты, которые направлены на изучение истории, эстетическое воспитание и знакомство с православием. Пальму первенства взяли преподаватели Тюменского кадетского училища. Они представили целых 15 проектов. Математика, физика, она едина для всего мира, а духовная культура в каждой нации своя. Если люди не будут эту духовную культуру впитывать с самого детства, едины нации-то не получится. Поэтому в нашем училище духовному воспитанию, нравственному воспитанию, патриотическому воспитанию уделяется очень много внимания. Поэтому столько много работ. Далее работу тюменских педагогов направят на межрегиональный этап конкурса в Екатеринбург. Садиться за парты нам приходится не только в молодости. Например, школа замещающих родителей. Здесь учат любить чужих детей, как своих. Оказывается, одного желания здесь мало. Ученики этой школы не получают плохих оценок. А на занятия они приходят с большим желанием. Потому что понимают, от знаний, полученных здесь, будет напрямую зависеть судьба другого человека. В ближайшем будущем все они готовы стать замещающими родителями. То есть взять под опеку или попечительство ребенка. 80 часов занятий, тренинги, тесты и серьезные психологические нагрузки. Ведь будущие родители должны понимать всю меру ответственности. Очень вообще немаловажное значение имеют вот эти все занятия. И здесь психологи, они, понимаете, они не просто дают знания. То есть здесь идет полная провокация. То есть ты это переживаешь эмоциями, которыми, может быть, даже дети переживают, которых ты возьмешь. То есть ты понимаешь, насколько это тяжело. Ученики отмечают, что выставлять свои эмоции и чувства на показ – сложный процесс. Но подчеркивают, такую школу обязательно должен пройти каждый. Я бы еще и мужа сюда привела. Обязательно привела. Нужна эта школа. Вот эти тренинги, они нужны. То есть когда надо маленько свое «я», наверное, где-то там. Я богата, может, или еще какая-то там. Я уверена. Нет, надо себя проверить. Занятие в школе – обязательное условие для потенциальных опекунов. Сотрудники центра «Семья» отмечают. Во время школы некоторые из учеников понимают, что еще не готовы к такому шагу. Кто-то просто берет на вооружение новые методы воспитания для своих детей. Впрочем, 80% выпускников школы принимают чужих детей. И для них они навсегда становятся родными. У нас школа идет 5 дней, полных 5 дней. Форма идет в виде тренинговой работы. Метод тренинга – это метод погружения. Погружение в те чувства, в те эмоции, в ту жизнь, которую переживает ребенок, который находится в каком-либо соцучреждении. Мы выполняем функцию, чтобы люди сделали примерку этого костюма на себя и осознали роль родительства в будущем. В Тюменской области около 6 тысяч ребят живут в замечающих семьях. Сегодня лишь 300 детей и подростков временно находятся в социальных и лечебных учреждениях, в ожидании попечителей. К слову, в 2008-м эта цифра была 8 раз выше. В этом, в том числе, заслуга школы замещающих родителей. Никита Филиппов, Владимир Кондратьев, Тюменское время. А сейчас о празднике, который в календарях появился недавно, но уже успел стать популярным. Хэллоуин в этом году выпал на понедельник, что сильно ограничивает праздничные планы. Но есть вариант без ущерба для учебы или работы. Эвелина Бологова большая поклонница ужасов и триллеров. Но смотреть их предпочитает не в кинотеатре с попкорном и шумными соседями, а дома, на мягком диване в компании интерактивного ТВ. Мне очень нравится, что там есть HD. То есть очень качественно, все спецэффекты можно просмотреть. И атмосферненько получается. Отличие от обычного телевидения я, конечно, чувствую. И тут я не буду оригинальной в своих потребностях. Мне нужно ставить на паузу, нужно перематывать на интересный момент. Вот поэтому выбираю интерактивное телевидение. В интерактивном телевидении более 200 каналов, среди которых каждый найдет развлечение по вкусу. Для тех, кому нравится щекотать нервы, телеканал «Страшное HD» круглосуточно показывает фильмы из жанров ужасы, триллеры и леденящую душу сериалы. Подборка хоррор-кино от классики до последних новинок доступна исключительно в интерактивном ТВ Ростелекома. Другой канал в этом же жанре – «Настоящее страшное телевидение». Собрание зловещих, захватывающих фильмов, отвлекающих от повседневности. При этом эфир можно в любое время поставить на паузу. Наши пользователи получают возможность действительно управлять просмотром. Они пользуются функциями паузы, перемотки, записи. И смотрят доступные им пакеты каналов не только с экрана домашнего телевизора, но и с привычных нам смартфонов и планшетов. Ведущий интернет-провайдер страны Ростелеком подключает интерактивное телевидение по современной технологии «Джипон», что гарантирует высокое качество картинки и звука. Карин Закирьянова, Тюменское время. Только не забывайте, что непрерывно смотреть телевизор можно полтора-два часа, а затем рекомендуется сделать перерыв 4-5 часов. Этого времени как раз хватит, чтобы заглянуть туда, где можно сделать теплую покупку на зиму. Зима близко. Испытания с сибирскими морозами смогут выдержать только качественные меховые изделия. Например, головные уборы на выставке «Тысяча шапок». Здесь действительно представлено такое количество моделей от эконом до премиум-класса. В этом году на меховом аукционе были снижены цены на сырье. Благодаря этому нам удалось снизить цены на готовые изделия. Так, например, вот такой берет из меха норки стоит 4900 рублей. А вот такая шапочка из меха кролика орелак 1900 рублей. Для ценителей всего необычного дизайнеры нашли оригинальное модное решение. Капюшон из норки, комбинированный с павлопосадским платком. Красиво и очень удобно. Классика также представлена на выставке. Норка, песец, велюр, замша. Тюменка Анна Гетман давно искала для себя меховой берет, но только здесь нашла подходящий по качеству. Вот видите, совсем другой, да, вид? Да, хорошо. Вот. Батальера раньше работала, имела, значит, дело с мехами. Ну, сейчас товар уже вообще, знаете, по сравнению с теми годами, конечно. Улучшенные ассортименты, фасоны и колодки, и вообще все. На выставке есть головные уборы для мужчин и детей. Ушанки, формовки из норки, нерпы, кролика, сурка, андатры. При этом действуют скидки. Например, при наличии пенсионного удостоверения. Всех тюменцев и гостей города ждут на выставке тысяча шапок. Она пройдет в Доме национальных культур-строителей с 20 по 23 октября. Анатолия Жукова, Карина Загирьянова, Павел Михайловский. Тюменское время. Вот и все на сегодня. Завтра будет новый день и новые люди, явления и события, о которых мы расскажем вам точнее. Я напомню лишь только, что тележурнал «Точнее» вы можете смотреть сразу на двух каналах. В 18.30 на СТС и Тюменском времени, а в 19.30 встречаемся на домашнем. Спасибо, до встречи. В новый сезон с обновкой от Элис. Новая коллекция «Осень-зима». Мировые тенденции моды уже в продаже. Яркий сибиряк, первый этаж. Мировые тенденции моды уже в продаже.